по восстановлению рейда на XP-Nology, ну то есть это как бы клон Synology, то есть как бы не настоящий Synology, но софт от Synology. Суть проблемы собрал из старого компьютера, на чем попало, ну и соответственно возникли вот такие проблемы. Что здесь интересного, то есть уведомление восстановлений, неизвестная ошибка случилась, пятый диск restarted, ну в общем в результате после этого несовпадение контрольной суммы, повреждение блоков и так далее. Видно, что до этого восстановление я уже сделал, потому что сегодня эта фигня произошла у меня ночью. Я грешил на сбой по электричеству, соответственно думаю, ну сейчас восстановлю, что это фигня, вопрос. Сразу оговорюсь, что у меня на вот этом XP-Nology он пока не боевой, потому что диски хлам. Открывное старье собрано тут, поэтому я был готов к такой, к такому сценарию. Соответственно все, что тут полезное, оно бэкапится, бэкапится. У меня здесь докер, а под докером у меня крутится openhub. Соответственно сейчас я хочу записать небольшое видео, как все это хозяйство быстро восстановить. Ну фактически то же самое, что сделать с нуля, потому что вот смотрите, что произошло, да, то есть вот неиспользуемые диски, диск 4 и диск 5, да. Сдох бы один диск, рейд спокойно бы работал, ну был в режиме деградации по скорости, но работал бы. Вот, а диски соответственно 3 и 6, они исправно работают, но соответственно диск, когда из четырех дисков он стал двумя, он восстановиться не может, данный он теряет. Ну соответственно, черт с ним, нам проще как бы, ну мне проще, как бы взять из другого места. У меня есть второе хранилище, надежный массив с надежными дисками, где я слежу за надежностью и туда делается бэкап, каждые сутки, ну достаточно раз в сутки делать. Весь докер я туда сливаю. Докер естественно не сами образы, я их беру всегда из репозиториев, зачем их бэкапить, только конфигурации. Ну тем не менее, по-моему там образы тоже сливаются, но я их восстанавливаю каждый раз образы отдельно, конфигурация отдельно. Ну так кажется проще. Итак, все, поехали. Все, повреждения, все плохо, что делать? Что делать? Ну надо видимо все сносить. Собственно говоря, вот он что пишет, осталось третий, шестой диск, остальное все умерло, невозможно использовать. Резервные данные перед удалением раздела. Ну собственно говоря, да, предлагается его создать, удалить, управление уже вот недоступно. Кнопочка, ну удаляем его. Удалить. Да, да, давай. Пароль просит. Пароль, да, надо его вспомнить. Тут у меня отдельный пароль стоит. Отправить. Удовлетворилось? Нет? Ага, все, удаляет. Удаляет старый поломанный массив. Сейчас создам новый, создам специально его единичкой, то есть простое зеркалирование, ну потому что два. Диской я соответственно остальные трогать даже не буду. Все, то есть надо создавать заново. Создаем. Рейд. Так, значит, вот вариант рейд. Вот рейд один можно сделать. Все. Либо два, либо четыре. Название, описание можно делать, можно не делать. Значит, у нас третий и шестой жильцы. Я их переношу. А вот четвертый и пятый, которые хулиганят, может поставить их дополнительными. Но, честно говоря, даже этого не хочется. Ну тут, кстати, видно, да, что вот этот диск даже другого объема. То есть этот трехтерабайтный, а этот как бы четырехтерабайтный. Вот. Это я говорю, что у них на обложке, так сказать, написано, а фактическая емкость у них, конечно, меньше. Все. Бонзай. Да, конечно, будут удалены. Плохие сектора. Что значит нет? Ничего не понял. Да, рекомендуется для русских. Нет. А, не будут обозначены для системы. Кстати, тоже интересный момент. Можно было попробовать. Ну, в данном случае я вот в этих двух дисках уверен. Я на этих два сделаю. Там все равно диски менять. В общем, я пытаюсь показать, как можно быстро и легко все восстанавливать. Там уже видно будет. В любом случае мне это переделывать, это как бы временный вариант. Все. Окей. Так, здесь она, значит, создана RAID группу. Да, теперь нужно создать раздел. Разделов нету, естественно. Создаем. Для докера обязательно нужна файловая система btrfs. Соответственно, btrfs. Ну, в общем, создаем ее. Все. Ну, сейчас она создастся. Так, ну вот. Пошло создание файловой системы. Тут так. Она готова или нет? Вот пока крутится значок. Просто там есть еще процедура следующая. Это проверка отчетности. То есть, проверка блоков. О, все. Возникли ошибки. Выполнить проверку файловой системы. Давай. Некоторое время. При этом службы DSM и другие службы будут недоступны. Состояние проверки можно проверить в Synology Assistant. Так. Ну, вот это печально. Все пошло не так, как я хотел. Так. За что так? Я не хотел перезагрузки. Да ладно, черт с ней. Сейчас посмотрим. Оказывается, что-то пошло не так. В предыдущий раз у меня, вроде бы, чуть по-другому было. Она спокойно запустила проверку, но не просила перезагрузки. Сейчас запросила перезагрузки. Что будет после нее, непонятно. При этом, видите, предупредила, что сервисы какие-то будут недоступны. А да, сам DSM будет недоступен. Что, в общем, совсем плохо. Но, тем не менее, посмотрим. Потому что, говорю, сегодня утром я восстановил все быстро, прямо очень быстро. И был приятно удивлен. И, собственно, после того, как вот я это все легко восстановил, я и подумал, что было бы неплохо записать видео, а ось кому-то пригодится. И люди будут более уверены в том, что вот как бы, ну, все не так страшно. Вот. Да. Перезагрузка, перезагрузка, перезагрузка. Что-то перезагружается оно долго. Ради интереса можно попробовать в соседнем окошке соседней вкладке. 192, 168, 50. Да, что вот такое. 51, 20. А, ну да, вот как раз на 5000 нормально идти туда. Оно на самом деле работает уже, да? А здесь? А здесь тоже работает. Ну ладно, окей. Здесь тоже зайдем. Окей. Возможно, да, да. Отказ системного раздела. Вот это хуже. Слушайте, у меня утром не было отказа системного раздела. Так, давайте File Station. Нет, ну да, нету папок общего доступа. Указать основное сведение. Ну давайте создадим папку просто. Назовем ее, я обычно назовем Files. Описание никакую не надо. Пусть она тут. Пусть она тут будет. Шифровать ее не будем. Контрольную сумму. Ну, да включим. Хорошо. Квоты включать не будем. Все. Бонзай. Чтение, запись. Чтение, запись. Все. Хотя оно и так было. Все. Файл появился. Все. Теперь, значит, он там тихонечко чекается. Хотя, слушайте, вот этот отказ системного. Вот это мне вообще не нравится. Это вообще зачем так? Это в диспетчер хранения и проверку. Да, восстановление. Невозможно получить доступ. к системному размену. Вот восстановление. Я его нажимаю. Вот восстановить. Все. Исправный. Ну, прекрасно. То есть все оказалось не так страшно. Ну, то есть вот два диска работают. Два диска не используются. Ну, не используется и бог с ним. Идем в центр пакетов. Нам нужно поставить ага. Вот, собственно говоря, те пакеты, которые у меня были установлены и которые исчезли. Ну, тут достаточно нажать восстановить все. Но я не буду этого сейчас делать. Я не буду делать, потому что нам нужно, в общем-то, две утилиты всего лишь. Это докер и гипербэкап. Ну, гипербэкап он маленький, поэтому я его поставлю и то и другое. Так, центр журналов тоже, по идее, нужен, но не обязательно. Почему не ставлю все? Потому что здесь вот surveillance, она и ставится долго, и вопросов много задает. И, в общем, она для вот этого видео совершенно нафиг не нужна, на мой взгляд. Все. Установлено, установлено, установлено. Прекрасно, прекрасно. Теперь нам нужно сюда, вот в этот files, положить резервную копию. Я переключусь на другой экран. Соответственно, вот здесь у меня даже все заготовлено. То есть, нужно в это macOS, соответственно, в браузере нажать Ctrl-K. Открывается подключение к серверу. Вот, я подключаюсь к серверу 5120. Это вот тот, который я только что восстановил. Вот, что так, у него вот, вот files, да. У него одна папка, он подключился автоматом recycle. Видите, вот files написано. Все. Окей. Так, теперь смотрим, что мне туда нужно сделать. У меня есть раздел backup. Да, это я подключен к другому дисковому хранилищу. То есть, у меня здесь есть files, а вот backup у меня находится на другом дисковом хранилище. Вот в этом backup у меня есть OH, а нет, ds2, подчеркивание 1, hbk. Это вот файл, просто файл. Я его беру сюда и прям вот таким пахабным образом перетаскиваю. Почему так ужасно? Ну, по той простой причине, что я не настоящий сварщик и не научился как внутри прям Synology монтировать другой Synology. Я не сомневаюсь, что это можно сделать. Но нужды не было, руки не дошли. Потому, что бэкапы делаются и так перекрестно там, для этого не надо никуда там подключаться. Оно само как-то это делает. В практическом смысле мне тоже это не очень надо, поэтому я этим не заморачивался. Но один файл скопировать тут пять минут, конечно. А что, какие пять минут? Куда скорость пропала? Он же всего 5 гигов. Это должно быть намного быстрее. Да, неловко. Видимо, придется этот как-то кусок вырезать. Так, теперь три минуты стало. Всего лишь гигабайт скопировал. Это явно что-то со скоростью неладно. А, может у меня Wi-Fi включен? Нет, выключен. Есть проблема. Да, иногда с Wi-Fi медленнее и почему-то через него трафик идет. То есть тут минус. Почему копирование такое медленно? Да, потому что я через комп это делаю. В нормальном случае можно делать напрямую. Там есть по умолчанию, могу пока показать, да, что вообще вот в этом File Station, то есть вот в этом файловом браузере, да, в нем... Зачем я еще один открыл? Ну да ладно. А в нем есть в качестве действия, нет, в качестве подключения, вот удаленное подключение, удаленную папку. То есть вот есть варианты cfs, nfs... Ну, кстати, вот что такое? Давайте попробуем. А куда, кстати, он подключится к имя учетной записи? Ну ладно, имя учетной записи, окей. Ну ладно. Подключиться к обзору. Не, сюда мне не надо. Даже не пойму, а набрать тут не дает, только обзор, да? Создать, обновить... Подключиться к папке. А что тут в качестве папки? А, вот тут что в качестве папки. То есть вот, наверное, вот этим можно подключить. Ну, ладно. Тут уже быстрее скопируется. Хотя нет, время есть. Давайте попробуем. Так, 192, 168, 51, 10... Слэш, слэш, что-то у нас бэкап. Бэкап. Угу. Подключить к докер бэкап. Ну, почему нет? Давайте попробуем. Не удалось получить. Ну, что-то пошло не так. Хотя логин, пароль брался автоматически. То есть он явно верный. Так, тем временем... Тем временем все-таки копирование закончилось. Явно это было не пять минут, что-то побыстрее, но все равно медленно. Так, что у нас получилось? Вот я в этот files получил файл ds2.1.hbk. Важный момент. В центре пакетов нужно было установить гипербэкап. Потому что если его не устанавливать, то тогда, к сожалению, вот этой красоты всей не увидеть. То есть, видите, здесь показывается, что несколько бэкапов за разные даты находятся. Ну, у меня там сколько? Четыре, да? То есть это в настройках указывается, по-моему, сколько там держать бэкапов. Ну, с какой частотой, понятно. То есть вот они там есть. Ну, раз в сутки делается бэкап. Беру, соответственно, вчерашний. Вот он тут, собственно, есть. А что это он сам себя бэкапит? Интересно. Мне нужен OpenHub 3.0.2. И я его, соответственно... А, слушайте. А докер? Докер-то я не запустил. А я его поставил? Да, я его поставил. Почему его важно запустить? И для того, чтобы он создал каталог. Потому что... Мы понимаем, куда нет запущенных контейнеров. Давайте, значит, контейнеры возьмем из реестра. На самом деле, надо же было их запустить. OpenHub. Там смысл простой. Когда он запустится, он создат каталог под себя. И, в принципе, я вот туда все это дело складываю. На самом деле, не обязательно. Все так. Вот образ пошел качаться. Он, к сожалению, тоже не мгновенно качается. Но достаточно быстро. По-моему, он 600 мегабайт где-то был весом. Если я не ошибаюсь. Ну, то есть, должен так более или менее скачаться. Вот, наверное, половина уже скачалась. Не посмотрел какой... Ну, до этого я его ставил уже. Так что... Прелесть контейнера в том, что в контейнере находится исполняемый код. Конфигурацию мы смонтируем из бэкапа. То есть, просто каталоги подмонтируем внутрь контейнера. И контейнер их подхватит. Ну, вот 690 мегабайт. Все. Так, стоп, секундочку. Секундочку, секундочку. А что это? А что это? А где это? А почему у меня нету докера? Вот, а тут докер есть, а тут докера нет. Так, кто-то меня обманывает. Вот, появилась папка докер. Да, она нам нужна. Для чего она нам нужна? Для того, чтобы туда вот эту вот папочку восстановить. То есть, тут нажимаем копировать куда? Копировать в докер. Окей. Поехали. Началось копирование. Вот оно тут... Так, я копирую одну папку всего лишь. Оно достаточно большое, достаточно короткое. Все. Я ее скопировал. Эта штука нам больше не потребуется. Можно ее закрыть, чтобы не мешалось. Вот. Теперь, собственно, запускаем контейнер. Вот. Написал, что копирование и восстановление файла папки завершено. Ну, ладно. Окей. Так. Назовем OpenHub. Ну, как-то я... 3.0.2. Я, на самом деле, версию знаю. Хотя там я ставил Latest. То есть, последнюю. Так. Что тут у нас? Дополнительные настройки. Это самое важное. Ну, включить автоматический перезапуск. Да. Нужно. Самое важное это то монтирование папок. Берем Docker. Берем OpenHub. У нас тут внутри три папки. Addons, Conf и UserData. Соответственно, выбираем Addons. И ее монтируем в OpenHub. Addons. Да. Куда потерялась? OpenHub. Адонс. Дальше. Добавляем следующую папку. Снова из Docker. Следующая, Conf. Ну, раскрывать ее было не надо. Надо нажать кнопку выбрать. OpenHub. OpenHub. Conf. У нас там. Следующая папка. Оттуда же. UserData. Понятно, что они могут быть и не в каталоге, но есть. Ну, мне так удобнее. Мне так проще. То есть, чтобы не делать большой бэкап, а делать компактный бэкап. Вот конкретно UserData. Конкретно то, что мне важно. Вот так. Окей. Дальше. У нас сеть. Я не нажимаю кнопку применить, потому что я ее нажму, оно выйдет. Для простоты использовать ту же сеть, ту же сеть, что у хоста. Соответственно, ну, порты будут нельзя настроить. Тут есть еще настройки портов. Есть еще, значит, ну, они нам не нужны. Просто подсказывает, какие порты будут видны. Нам нужен 8080. Не будем заморачиваться. Так. Ссылки. Ну, в том случае, если контейнер в мостовую сеть, по-моему, то есть, это как бы отдельная история. А самое смешное, защита окружающей... Пошли сделал. Защита окружающей среды. Ну, конечно, на самом деле это переменное окружение. То есть, тут было слово environment. И его перевезли как защита окружающей среды. Почему так, не знаю. Но как есть, так есть. Все. Применить. Да. Важно, что оно не влазит в кадр. И когда нужно растягивать окно, чтобы его увидеть. А иногда бывает, ну, ту же самую тайм-зону, ее тут можно прописать. Ну, я не буду сейчас этого делать. Все. Так. Что? Ну, все. Далее. Запустить контейнер. Да, конечно. Давай, запускай. Будем смотреть результат. Вот. Так. Как посмотреть, запустился он или нет, да? Нет. О, появился. Смотрите, да? Одну минуту назад. Ну, замечательно. Теперь идем. Что такое? Данных в кэше были утеряны. Ну, ладно. Это не важно. Идем на порт 8080. О, чудо. Все есть. И даже... И даже с ошибками. Ну, тут надо подождать. Видите, почему я говорю с ошибками? Ну, что за температура котла 605 градусов? Конечно же, не 605. А 60,5. Вот. Можно даже ткнуть, наверное, график. Какие 605? Откуда оно? Что это такое? Понятно, что, да, потерялась где-то процедура деления. То ли не сбэкапилось, то ли бэкап не тот. Слушайте, а здесь 60. Хе-хе-хе-хе. На графике-то 60. Да? То есть, смотри, даже графики подтянулись. Так как скопировалась юзердата, то восстановился вот как бы OpenHub, так как он был, как он работал с предыдущими данными. Реально удобно, на мой взгляд, весьма быстро. Так, слушайте, у меня кнопка назад не работает. Что такое? Она просто тормозит. Почему она тормозит? Оно, потому что, на самом деле, медленно еще загружается. Давайте я заодно авторизуюсь туда, да? А то мне тут какую-то ерунду рисуют, и я не могу посмотреть, появились ли, подключились ли вещи-то, собственно, да? Вещи-то, собственно... Ой, да, что ж такое? Вот. Да, многие в онлайн... Участие в МQTT почему-то статус unknown. Почему МQTT статус unknown? Ну, давайте заодно проверим, может, у меня ошибка в конфигурации. Я просто до этого переносил брокер с одного сервера на другой. Куда я пошел? Десятый стоит, все правильно. Ну, то есть, я на другой Synology перенес МQTT брокер. То есть, он в онлайне. А, слушайте, я знаю, в чем дело. Это, извините, я туплю сейчас объясню, в чем дело. Это датчик температуры и влажности. То есть, пока он не пришлет в Zigbee, да, пока он в Zigbee, значит, не пришлет показания. Он пришлет, когда они изменятся, да? Или, там, с каким-то большим интервалом. Соответственно, от него месседжа-то не будет никакого, и его статус будет unknown. Так что, вообще, все замечательно, все работает. Вижу, только не поднялась почему-то вентиляция в доме. Она тоже на МQTT брокер. Ну, ладно, с этим я разберусь. Но, видите, вот большая часть поднялась. И, в общем, все это довольно быстро. Да, ну вот, понятно. Так, вот у меня кнопка есть на столе. А где эта кнопка? Не вижу. В общем, статус unknown на Zigbee это нормально. Это пройдет со временем. Главное, KNX поднялся. Часть, видите, вот часть МQTT девайсов, которые подключены к 220. Вот, например, там контроллер в беседке. Ну, да, они сразу видны. Все, все прекрасно. Все. На этом буду заканчивать. Процедуру показал. Если что, главное, делайте бэкапы. Потому что из них можно очень быстро восстановиться. Даже если полетели диски. Если вы используете Synology. Если вы используете Synology, его можно поставить на любой дохлый компьютер, воспользовавшись XP-Nology. XP-E-Nology. Это хак. Это типа Hackintosh. Это флешка. То есть, USB-шная флешка, которая ставится в комп, заменяет загрузчик. Ну, и, соответственно, там дальше есть варианты, что это будет. Либо через ESXi, либо, значит, там, как это называется. Ну, железный загрузчик просто подменяют. Все. Я думаю, сами найдете, изучите. Процедуру показал на удивление. Сейчас посмотрю, сколько времени это заняло. В общем, берите, пользуйтесь. Спасибо.